здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и мы находимся в огромном количестве всевозможных наград такой цветник наград это я даже не знаю это наверное одна какая то сейчас мы узнаем у наши гости татьяна тропина сегодня здесь студии почетный гражданин города люберца заслуженный работник культуры российской федерации отличник народного просвещения рсфср ну и конечно же директор муниципального учреждения дополнительного образования детская хореографическая школа городского округа люберца здравствуйте татьяна иванова здравствуйте вы у нас были давненько я так понимаю что это уже что-то новое да это все новое одна какая ваших призов на какая а я даже не знаю это определить очень на нас от ну может быть не сот и если за этот год брал кто может быть это но где-то может третье третье чем уж третье человек это только за один год за один год возникает такой вопрос этаж надо так уметь танцевать понимаете но просто вот даже видите как получилось даже ко мне приехали призы они ко мне не имеют отношения но мне в них приятно татьяна давайте все-таки у нас вторая часть придут двое молодых вы конце нам представить и скажите кто будет с нами общаться с нами со зрителями все-таки сколько лет напомните уже школе школе в этом году 30 лет юбилей 30 лет юбилей ну так это должны быть какие-то девяносто третьем году открыта школа 1993 и вот сейчас 23 год ровно будет 1 октября у нас когда 30 лет вот вы когда тогда за открывали школу в девяносто третьем который до сих пор не знаю как вам мне кажется где-то близко еще вы тогда думали что через 30 лет что все так будет столько будет всего какие волнения были тогда в девяносто третьем ну я хочу сказать что конечно не думали что мы так уж долго и так много развернем развернемся да это абсолютно точно не думали потому что при открытии школы было всего семь преподавателей и два концертмейстера три ошибаюсь три концертмейстера и поэтому конечно мы не ну мы мечтали но не до такого масштаба чтобы вот прям какой сегодня масштаб для сравнения ну сейчас у нас только преподавателей концертмейстера 43 человека 43 а общее количество работников сотрудников 52 правильно я понимаю что когда начиналось все вот в таком узком составе почувствовали я уж не знаю власти депутаты кто люди повели своих детей родители повели своих детей к вам и начали очереди образовываться потому что не хватает когда вы почувствовали что заработала и пошло развитие ну как это трудно сказать я вот до самого до самые по сути дела вот когда стали через госуслуги оформлять там детей до этого еще были очень большие очереди просто очень большие просто коридоры дворца культуры не помещали от двери там и стояли очереди а чушь люди так хотят танцевать то я не могу понять дети на может быть это родители хотят чтобы дети танцевали а дети не хотят я бы не сказала в основном конечно инициатива родителей потому что детей они приводят в таком возрасте когда ребенок мало еще понимают что он хочет некоторые конечно рвутся примут я хочу танцевать и все но это редко больше всего от когда мы спрашиваем на выпускном вечере 10 класса выпускников а как ты пришел в школе первое что они говорят меня привела мама до меня привела бабушка до наша классика это да вот это основной но они же потом 10 а то и 11 лет учатся значит не просто так конечно нельзя удержать человека я почему всегда связали этот вопрос потому что речь-то идет у нас и дополнительным сейчас образованием дополнительным относитесь к этому максимальному учреждению и выбор то большой и спорт и кстати многие родители нагружают детей от естественных наук заканчивая боксом понимаете я знаю как это можно соединить но можно с другой стороны конечно трудно представить себе папу но маму до которые больше ребенок только в школу ходит и так далее сегодня не модно сейчас мало таки это вот ладно школа но научили человека танцевать ну и бог с ним хорошо танцует вы сказали хорошо с высоты генералиссимуса в танце значит родители сидят обливаются слезами но посмотрите уважаемые телезрители какое количество призов и это не все и за каждым призом за каждой этой статуэткой которые выполнены в разных вариациях стоит целая история то есть вы много как и даже не знаю сказать многократные победители самых разных конкурсов вот назовите может быть эта задача стоит что не просто станцевать создать продукт как сейчас говорят а еще его показать и доказать всем что лучше чем все что здесь было представлено верно да это конечно ну безусловно это так потому что если не будет концертов если не будет фестивалей и участия и победы там то и дети друг на друга глядя а ничто в стенах только тех предметов даже у нас их там 16 предметам все равно это только в колуарах пусть открытые уроки это тоже мало а когда и это соревнования друг с другом когда это покажет битва танца да да это же артистизм это же желание показать что я лучший и коллектив наш лучший поэтому из этого нельзя и личностный и командный фото да у нас именно именно главное что командная и это даже ну как бы превалирует потому что из личностей состоит команда если каждый не будет личностью в этой команде к ним команды тоже не будет но наша задача прежде всего сделать так чтобы команда то есть наш коллектив у нас не команда у нас коллектив коллектив чтобы был первый такой еще вопрос опять же глядя на эти кубки и обращаю внимание что это вот не спортивная пусть на меня не бежать со спортсмена ну что у них там мячик ну как так далее тут очень большое разнообразие я думаю мы еще потом узнаем что тут у нас за название вам же тогда получается завидуют вот вы приезжаете на фестиваль о опять эти приехали все не не и дать нам ничего вот это же такая борьба идет там как вы их побеждаетесь ну вы знаете да у нас конечно но большинство первых мест но есть и вторые третье место причем мы же танцуем не только народные танцы а у нас сколько от я назвал 16 преподаваем предметов и преподаватель каждый требует свое то есть ребенок не у одного преподавателя учится а учится и постигает сразу у массы больших авторитетом поэтому когда они приезжают и чаще всего все таки там привозят один преподаватель свой коллектив а у нас преподавателей много выставляет вот этот коллектив но и как конечно же с завистью относятся и министерство мне смеется мы порой вот день в день подаем заявки и порой говорят мы уже не возьмем заявку я в министерство не хотят брать куда же тебя возьмут и сколько можешь первых местом понимаешь но я уже тогда и тогда уже надо успеть вовремя заранее подать заявку чтобы вот если танец есть там в мажайске допустим там можно по разновидоваться по направлениям и классические народные бальные историко бытовое эстрадные степы джаз все если мы во все во всех выставим и ну мы стараемся две-три это на про два-три направления иначе нас вообще скушают да я понял что я понял вас наш творческие люди такие такой да но ведь они не понимают 1 вот те люди которые говорят вам что не надо подавать что дети то меняются дети меня а мастерство остается да это значит получается что преподавательский состав работает так сказать достойно достойно и во второй часть у нас часть этого состава будет представлены здесь но я вот хотел спросить дубай замечательно я был вот на этой башне на самом верху конечно сумасшедшие ощущения и вот у нас стоят два значит dance dance fest дубай до арт-мошен что это такое вот расскажите я смотрю здесь даже гран-при у меня гран-при за что ну как за что мы возили только народный танец только свой русский народный танец тоже да уже зажгли других направлений не было да да но нам сказано мы конечно везем мы за рубеж ну честно говоря только те кто имеет возможность оплатить ну понятно потому что у нас нет спонсоров а не кому оплачивать это все поэтому может кто-то услышать сейчас валил бомб в любой вот фестиваль который идет за рубежом или ну дальше чем москва то это берешь только тех детей у кого родители вот готовы и у маму папу бабушек у дедушек все равно берете гран-при да там настолько урезанный состав что даже ни на что не надеешься знаете кто как в спорте это когда вторым или третьим составом команда выступает и все равно становится чемпионом ну браво а вот написано олег фомин и это наш консул так консул значит они присутствовали было значит кто там казахстан консул тоже присутствовал вот россия болгария узбекистан и вот они 5 5 стран и объединенные арабские имя арты все консулы присутствовали причем от начала до конца фестиваля и на гала-концерте и на вручение наград они выходили консулы и вручали это конечно дорогого старта шикарно это редко когда вот мы на мальте мы такое было когда вот консул выходил нас поздравлял ну пожалуй где еще в испании по моему ну и и все а сколько страны 50 с лишним стран мы проехали вот прям с языка сняли вопрос татьяна она печально но наша первая часть заканчивается сейчас будем давать дорогу молодым пусть сами расскажет более подробно как это все делается у меня один только вопрос вот это же когда-то произошло в вашей жизни это переключение да ведь все могло как-то не состояться но в жизни всяко жена бывает вот сегодня для вас что ваша профессия это жизнь что значит профессия это у меня дворец культуры это второй дом 2 или первый дом я их не различаю потому что это что 6 утра что с 5 утра что не уходить домой это как бы совершенно никаких вопросов в этом нет полет продолжается что называется всего доброго вот во второй части кстати кто к нам придет во второй части и это преподаватели русского танца татьяна константиновна пономарева и преподаватели постановки народного танца добатолова ксения борисовна ведущие преподавателя нашего педагогического состава школы вот мы с ними тут и сварганем какой-нибудь танец спасибо вам огромное вам успехов даже не говорю по поводу поступления я думаю что вас рекламировать не нужно вам очередь тем не менее тем не менее приходите приходите учиться будем учить да большое спасибо татьяна ивана тропина покидает первую часть нашей программы почетный гражданин города люберцы заслуженный работник культуры российская федерация отличник народного просвещения рсфср ну и конечно же директор муниципального учреждения дополнительного образования детская хореографическая школа городского округа люберцы дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко а у нас в гостях продолжатели дела наши предыдущие гости призы остаются те же еще раз говорю что их гораздо меньше чем на самом деле если все принести в студию наверное и места не хватит даже здесь у нас ну так это или нет мы узнаем сейчас у наших гостей представляю вам преподаватель постановки народного танца и человек который занимается подготовкой концертных номеров ксения добатолова здравствуйте и преподаватель русского танца татьяна панамарева правильно татьяна панамарева я читаю преподаватель русского и вдруг меня по автоматически языка нет у меня тут сразу возникает такой вопрос а это же наверное взаимосвязанные вещи потому что все что связано с русским языком хотя вроде как не танец но в основном то язык это тоже же танец это тоже язык жестов верно чем отличается русский танец от всех других главное отличие главное отличие русского танца манера исполнения характер образ и чем очень сильно отличается русский танец это огромным разнообразием страна у нас большая на севере танцевали так на юге танцевали по-другому а если взять кусочек из севера кусочек из юга кусочек запада вообще что я ещё общая русская хореография нас естественно есть и мы изучаем начинаем с общей русской лексике кстати что связано с русским языком у нас называется хореографический текст и мы изучаем лексику хореографическую это у нас терминология лексика хореографический но ты знаете как вот когда актеры изучают роль в театре читка так называемая то есть я должен понимать как он встает что он есть на завтрак что он пьет если он пьющий или не пьющий у него есть жена или нет почему нет и тогда это целое то есть придумывается целая история конечно да и тогда когда ты уже на площадке тебе гораздо проще понимаешь кто-то да ты как бы уже другой да но и манера и манера исполнения если мы берем допустим север там холодно холодно много одежды свои мы знаем на севере были очень строгие устои домостроя вот то есть девушка там руки выше плеч не имела права поднимать это было уже неприлично вот по одежде по так сказать и от этого соответственно и номера другие потом на на севере в холоде сильно больно ногами не подергаешь руками не помашешь вот поэтому степенные танцы больше в костюмах все это естественно отражается вся эта узорчатость севера отражается в костюме на юге юбочки короче прыжочки повыше урал там горы цветут там вообще по прямой ходить неудобно для народного танца наш стереотип то он тоже должен работать и надо понять откуда это произошло и стереотип превратить в искусство этим уже занимается человек который постановку делают правильно вот мы узнали что происходит на севере на юге вы говорите наверное своим да а давайте кому северный народный танец но северный народный танец а на севере живут помимо русского населения живет еще население национальное северное население и у них вообще свои танцы которые от русской культуры отличаются очень серьезно и они вообще другие и это мы занимаемся такими танцами тоже и танцы бывшего советского союза мы изучаем из рано знаете как когда был большой концерт на великую октябрьскую социалистическую революцию и я как сейчас помню 15 республик должна идти улица мира у нас был такой ранец и все должны пойти в своих национальных записать или же она в концерте например там ну какие-то интересные еще номера редки потому что такой концерт но государственный и ты понимаешь о 10 республик прошло еще надо 5 подождать и дождем все уже при этом конечно школа танца было в каждой республике свой большой коллектив национально государственной какой-то вот кладезь очень советском союзе государства национальным танцам национальным вокалом национальными инструментами очень занималась серьезно на это выделялись хорошие деньги из бюджета и проводились как вот на в днх была выставка хозяйства сельскохозяйства и достижений промышленности также были фестивали республик советского союза куда каждый коллектив привозил свое национальное особенное танцевальное вокальное инструментальное искусство это на самом деле большой большой праздник потому что если мы возьмем классическое искусство такое вот ну где-то так смотришь а ну вот вроде белые пачки во втором так каком все время акте вот и ну польские какие-то танцы испанские неаполитанские все а здесь представляете и а еще в 15 советских республик входило 16 дружественная республика там болгария и благославия да по тем временам плюс еще были дружественные страны как куба но да где когда-то китай наверное тоже присутствовал это такой праздник костюмов разнообразие цвета энергетики это просто вот ну это что-то никакие шоу незаметно не задали ксения и татьяна нам дали понять что конечно кругозор сумасшедший но я хочу сейчас немножко поломать нашу такую беседу тем более что я не очень хореографии как вы понимаете разбираюсь но я хочу поговорить о наших молодых ребятах которые с которыми вы работаете искать мы уже поняли что вы прекрасно все понимаете а ведь самое сложное когда ты понимаешь знаешь и умеешь это как-то передать вот самым разным на представителям нашего юного поколения и мне что-то подсказывает что конечно я помню когда я был маленьким вот свое всегда как-то не очень сразу воспринимается очень там импортно я помню хорошо заходила ну что-то оригинальное интересное потому что свое но в доме каша в доме там я уже не знаю там пельмени вареники кто что ест вот как у вас строится этот почему потому что вот вы же занимаетесь именно русскими народными танцами которые казались бы ну такая классика русского народного танца я имею ввиду когда бабушка приводит ребенка будешь заниматься русскими народными танцами ребенок подрастает где-нибудь там к седьмому классу и хочет что-нибудь танцевать уже современной тем более сейчас видосиков как они говорят столько такие танцы можно увидеть как вы любовь к народному танцу им передаете но любовью можно заразить мы нам мы сами любим и поэтому мы это и передаем вопрос том что они мы ставим танцы мы делаем постановки в любом случае любой любая даже традиционная вещь она если она жива значит она развивается она в любом случае наша молодежь наши дети они живут современном мире и и традиционно то есть теперь танцы которые ставим мы они уже сильно отличаются от того советского союза в котором были те же народные танцы которые строились на тех же традиционных фольклорных основах и уж тем более тех которые были тогда совсем давно но это все равно мы стараемся сохранять традиции но при этом ставим танцы которые будут интересной нынешней молодежи и в этой в лексике и в музыке и вот нас проходит фестиваль русского танца уже 2020 около 20 лет мы проводим нашу школу на модель фестиваль русского танца и вот как бы я в школе работаю 23 года и вот что было 23 года назад когда я увидела первые таскать приезжали коллективы на этот фестиваль вот было конечно то есть люди не понимали чего такое что ну как бы вот вплоть до того что до срывания кокошников снимания каротен то есть даже такое вот было да и как выросли благодаря мастодонтов которые работают у на которой сидят нас жюри и которые дают свои советы рекомендации мастодонтом русского танца благодаря вытаскать примеру может быть и нашему дай бог хочется об этом думать вот насколько педагоги в дод коллективов выросли в своем копании материале в поисках новых форм в поисках новых решений сюжетом да и от стереотипа и чтобы дети которые танцуют эти номера они же на спорте а да этот нам номер разведите а вот этот нам номер разведите гребет ну сейчас некогда они сами разводят они берут видео сами разводят посмотрите мы уже сделали ну давайте уже сделали молодцы давайте так в театральном институте тоже работают сначала нет нет что что нам там мастер предложил что это такое а потом глядишь вдруг уже все забыли что мастер да спустил сверху но тут еще что очень важно что русский танец ну во первых мы же тоже меняемся какой абсолютно правильно сказали и я помню период когда танец вдруг новые проектов сколько было да и так или иначе раз и русский танец везде проскакивал и везде пользовался успехом неважно было это какая-то там ну может быть как кости и так далее были приглашены то есть все равно это сидит в в этой нас в нас в нашем понимании в нашем даже вот двигаю как мы ходим вот я считаю что даже все разные страны по разному люди уходят нож не говорю как в москве ходят там бегают да и до московской области добегают ксения вот тут написано у нас подготовка концертных номеров что это такое подготовка концертных номеров ну как мы когда готовим номер это же много разных этапов вначале мы учим порядок потом мы учим движение потом у нас обычно на номер два три состава и и полагать и потом конечно у нас сможет сказать тебя не получается иди женский конкурс очень большой ручей с мужским проще и мужчин вместо за столблены вот женский да действительно конкурс несколько составов и потом когда этот номер готовится чтобы запомнили чтобы расслабились чтобы начали получать удовольствие танца чтобы хватало сил этот танец до конца исполнить это не стало только техникой чтобы это было не было только физкультура они уже посмотрели друг на друга посмотрели друг на друга с точки зрения парень девушка если это парный танец и это все называется репетиция сколько же репетируется такой номер уже с парой которая определена ну у нас бывает будет сам что каком репетиции у нас три раза в неделю но поскольку у нас большой репертуарный состав то какой-то танец идет один раз в неделю какой-то два раза в неделю танец это же не просто движение не просто физкультура как с ксения сказал это же действительно чувственная история русский народный танец какой у него главное в чем его чувственность он разный он разный и давайте вот так и и есть задор есть ударе задор есть нежность конечно хороводы женские его еды муж и мужчины принимают участие вот есть и так сказать и некая романтическая составляющая печаль какая печаль до печали обязательно но в танцах печали не так много печали у нас больше в песнях во второй части у нас присутствовали преподаватель постановки народного танца и человек который занимается подготовкой концертных номеров ксения добатолова и преподаватель русского танца татьяна пономарева всего доброго до свидания это была программа открытый диалог счастлива м а и и и и и